Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим пончики. Это очень просто, много и очень вкусно. С этим рецептом справится даже ребенок. Я попытаюсь объяснить все четко и ясно. Итак, для начала мы берем дрожжи, добавляем немножко сахара и хорошо это все размешиваем ложечкой. Слегка подогреваем молоко и заливаем наши дрожжи. Хорошо перемешиваем. Молоко не должно быть горячим. Добавляем яйца и добавляем муку. Муку просеиваем через сито и добавляем в несколько этапов. Перемешиваем любым удобным для вас способом. Да, для меня это картофельная толкушка. Добавляем размягченное сливочное масло и вымешиваем. Здесь я перехожу на ручное вымешивание. И если тесто кажется вам очень жидким и бесформленным и никак не отлипает от рук, есть один секрет. И это столовая ложка растительного масла. Как только вы ее добавите, тесто станет гладким, эластичным и вообще поменяет свою структуру. Не надо забивать тесто лишним количеством муки. Посмотрите, какое гладкое, однородное оно получается. Можно оставить его подходить при комнатной температуре. Я же помещаю его на ночь в холодильник. Накрываю пищевой пленкой, чтобы оно не подсыхало. И вот, когда наступает утро, посмотрите, как оно подошло. Какое оно воздушное и как его много. Его я обминаю, выкладываю на стол и раскатываю в прямоугольник толщиной примерно полтора сантиметра. С помощью стакана делаю круги. С помощью просто пальца делаю дырочку посередине и растягиваю. Выкладываю на подготовленные квадратики из пергаментной бумаги. Так намного легче жарить. Хотите дырочку можете делать внутри с помощью стаканчика. Как кому удобнее. Затем отправляю на растойку еще на полчаса и обязательно накрываю полотенцем, чтобы не подсыхало. Обжариваем в большом количестве растительного масла. Можем несколько раз переворачивать. У вас получается просто огромное количество пончиков. Для глазури я использовала белый и черный шоколад. Больше мне кстати понравился черный. И посыпку для декора. Топила на водяной бане, опускала туда пончики и пока глазурь была горячая, посыпала посыпкой. Рецепт более бюджетной глазури я дам в описании. В принципе массу удовольствия можно получить просто даже от украшения сахарной пудрой. Что касается теста, эти пончики остаются вкусными и на следующий день. Дрожжевого теста бояться не стоит. Благодаря этому рецепту вы просто почувствуете себя каким-то мастер-шефом. Порадуйте себя и свою семью. А я буду очень рада вашим комментариям и лайком. Готовьте с удовольствием!